Верховную Раду В Майдане проект постановления о возврате страны к конституции 2004 года даже не был зарегистрирован. После этого депутаты от Свободы, Удара и Батьковщины заблокировали трибуну. Представители партии регионов и коммунисты стали покидать зал. Одновременно вокруг украинского парламента сомкнулось кольцо участников протестов на Майдане. Большинство из них в защитной экипировке с бейсбольными битами и палками. Я бы хотел, чтобы приняли конституцию, поменяли. Ну и чтобы отпустили всех, кого арестовали. Чтобы дела закрыли, а их просто пока отпустили. Ну и чтобы такой, как Янукович, не правил. Он не может. Если он говорит, что я выбрал народ, но он же видит, что народ против, так отойди, дай дорогу. Как только на улице стало известно, что власть не желает идти на компромисс с оппозицией, начались стычки. Милицейский спецназ и внутренние войска применили светошумовые гранаты. В ответ на это протестующие с помощью коктейлей Молотова стали поджигать машины, которыми были перекрыты подступы к Раде. Милиционеры и бойцы внутренних войск бросали гранаты с крыш домов. Началась беспорядочная стрельба резиновыми пулями. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко призвал президента Украины прекратить насилие и активизировать подконтрольных ему депутатов в Раде. Я обращаюсь к президенту. Уберите, пожалуйста, Беркут и внутренние войска с улиц. И дайте команду парламенту. Он должен проголосовать о возвращении в Конституции 2004 года. Коллега Кличко Олег Тегнебок сообщил журналистам, что проект постановления Рады был зарегистрирован в секретариате. У оппозиции появилась надежда, что силового противостояния удастся избежать. Нужен простой политико-правовой акт о том, что мы живем по Конституции 2004 года. После этого можно голосовать за создание Конституционной комиссии и начать подготовку к реальной конституционной реформе. Но уже через час стало понятно, что инициатива оппозиции по ограничению полномочий президента в очередной раз провалилась. Проект постановления все же не был зарегистрирован. Остановить противостояние не удалось. В Мариинском парке, прилегающем к Верховной Раде, сосредоточились сторонники действующей власти, привезенные преимущественно из южных и восточных областей страны. Вместе с милицией они бросились преследовать отступающих участников блокады, избивая палками и ногами отставших. В ходе противостояния от пулевых ранений скончались 9 человек. Кто стрелял, пока неизвестно. Многие ранены. Есть пострадавшие и среди милиционеров. В них попали брошенные камни. Над центром Киева клубится черный дым от сожженных покрышек. Слышны сирены многочисленных карет скорой помощи, развозящие раненых по больницам. Продолжение следует...